Новости на восьмом, значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Новый виток движения по новой развязке на трассе Владивосток-находка Порт Восточный обещают открыть уже в этом году. На пяти континентах в 106 странах географический диктант от Русского географического общества написали десятки тысяч людей. Ну они касались различных аспектов и географии, которая относится к пятому классу, экономическая география, география, которая связана с историей освоения русских земель. Преподаем здоровье. Распознать инсульт и спасти жизнь научили детей и взрослых на семейном празднике. Если мы людей привлекаем и их обучаем, то соответственно мы увеличиваем количество людей, поступающих вовремя. Крупные штрафы и даже лишение свободы приморцев предупреждают о запрете на разведение огня. Еще расскажем. 50 последних белух из бухты Средняя планируют выпустить в Японское море до 1 ноября. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Движение по новой развязке Артем Бухта-Муравьиная находка на трассе Владивосток-Находка-Порт-Восточный собираются открыть уже в этом году. Сегодня подрядчик компании «Транстроймеханизация» ведет работы на втором этапе строительства дороги. Накануне ход работ проверил губернатор Олег Кожемяка. Современная трасса станет альтернативой одному из самых популярных у жителей и гостей приморья маршрутов на юге края. Светлана Садовая расскажет подробно. Владивосток-Находка-Порт-Восточный. Многострадальная дорога вот уже который год вызывает нарекания со стороны автомобилистов. Вся в ухабах и выбоинах. Настоящая междугородняя полоса препятствий. Уже в этом году многое должно измениться. Откроет движение по новой развязке на трассе Владивосток-Находка-Порт-Восточный, недалеко от бухты Муравьиной. Следующий объект – участок трассы от Артема до Царевки. Строительная готовность объектов на этом основном сооружении 81% готовности, на прошлом, который должен запуститься, 86%. Сегодня подрядчик компания «Трансстроймеханизация» ведет работы на втором этапе строительства дороги. На этом отрезке предусмотрены три транспортные развязки в районе бухты Муравьиной, поселков Шкотова и Царевка. А также 28 мостов и путепроводов общей длиной около 4 километров. В том числе эстакада длиной более километра. Еще одно сооружение на новой дороге – мост через реку Артемовка в районе поселка Штыково. К настоящему времени подрядчик АО «Мостострой-11» завершил сборку пролетных строений полукилометрового моста. Надвижка последнего пролета состоится в первых числах ноября. На время строительства капитального объекта был возведен временный технологический мост. Новый участок до Царевки в скором времени будет упакован в цементобетон. Устройство дорожного покрытия проводится высокотехнологичным комплексом автодорожной техники «Гамака». Срок эксплуатации такой дороги до капитального ремонта составляет 25 лет. К тому же при строительстве учтены повышенные гидрологические требования. Здесь уже основной, самый большой объем работы выполнен. Сейчас идет изоляция верхнего слоя. И далее начнется бетонирование, которое закончится, я думаю, в течение двух недель. И, в принципе, по итогам года, как технический проезд может быть уже обеспечен. Выполненная по современной технологии, дорога увеличит скорость движения по ней автотранспорта до 110 км в час, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути. А также увеличатся допустимые нагрузки – 11,5 тонны на ось. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. А тем временем жители Приморского края ратуют за немедленную реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги Приморья» для трех поселков Надеждинского района. В течение нескольких лет около 300 школьников в сел Прохладная, Шмитовка, Зима, Южная из-за отсутствия тротуаров и безопасных переходов на трассе, которые проходят через поселки, каждый день рискуют. Видеоролик об этом прислал в адрес 8-го канала помощник депутата Думы Надеждинского района Олег Зинкевич. Он просит подключить к проблеме краевые власти и контролирующие органы, потому что не может добиться решения на месте. Видео народного корреспондента смотрим прямо сейчас. 2 сентября на торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года в школе номер 7, села Прохладная. Ладно. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения предложил родителям. Все-таки пока тепло, пройдите безопасный маршрут вместе с ребенком за руку, от дома до школы и обратно. Покажите ему, по какой стороне дороги безопасно идти, где наиболее безопасно ее перейти, потому что пешеходный переход в селе Прохладом один единственный напротив школы. На остальных улицах пешеходных переходов нет, и вам, как взрослым, нужно самим определить для своего ребенка, где ему будет безопаснее перейти. Но родителям нечего показать ребенку. Нет безопасного маршрута к школе. Улица Амурская, вдоль которой расположена школа и которая является региональной дорогой с интенсивным движением большегрузного транспорта, не освещена, на ней отсутствуют тротуары, а обочины местами такой ширины, что по ней практически невозможно пройти, не оказавшись на проезжей части дороги. Установленные дорожные знаки на некоторых участках дороги, по обочинам которой дети идут в школу, допускают движение транспорта со скоростью 79 км в час, без угрозы административной ответственности водителей. Вы представляете, что такое груженый многотонный самосвал, несущийся с такой скоростью по темной, не освещенной улице, не имеющей тротуаров? Занятия в школе проходят две смены. Наступила осень, световой день уменьшается. Дети будут приходить в школу, когда еще темно, и уходить домой, когда на улице будет стоять кромешная тьма. По обочинам, освещаемым только фарами проходящих машин. А до восьми вечера еще работают кружки. Дети не заведли? А я на такой узкой обочине, как вы думаете? Я чувствую себя здесь в безопасности? А мои дети? Во Владивостоке задержан подозреваемый в серии грабежей. Злоумышленник совершал открытое хищение, когда потерпевшие снимали деньги через банкоматы. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу. На след преступника помог выйти сотрудник банка, который сообщил, что женщину, снимавшую деньги в банкомате, ограбили. Прибывшие стражи порядка провели опрос свидетелей и осмотрели место преступления. По подозрению в грабеже, полицейские задержали 25-летнего ранее судимого жителя Надеждинского района. В отделе полиции задержанный дал признательные показания и рассказал еще о двух грабежах, совершенных им аналогичным способом в Надеждинском районе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это грабеж. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков. Четверо мореходов отправились на моторные лодки на рыбалку в заливе Владимира в Ольгинском районе Приморья еще 26 октября. И до настоящего времени не вернулись, сообщает МЧС. На поиски отправлена группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда. Помимо этого, содействие в поисках будет оказывать беспилотник лесоохраны. На данный момент рыбаков ищут 18 спасателей, 7 единиц техники и одно плавсредство. Кроме того, Морской спасательно-координационный центр «Владивосток» организовало перевещение судов, которые проходят в районе пропажи рыбаков. В связи с высокой степенью пожароопасности в крае «Восьмой канал» и специалисты Департамента лесного хозяйства напоминают, что за нарушение правил безопасности умышленный поджог лесов, предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность, до 10 лет лишения свободы. Жителям края рекомендуется воздержаться от курения в лесу. Запрещено разводить костры, бросать горячие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло. Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, засорять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами. При обнаружении лесного пожара жители края могут сообщить о нем на прямую линию лесной охраны по телефону 8 800 100 94 00. Прямые регулярные рейсы из Владивостока в Харбин открыла китайская авиакомпания Change the Airlines. Об этом сообщают представители международного аэропорта Владивосток. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 8 городами Поднебесной. В том числе один раз в неделю рейсы в Харбин выполняет авиакомпания Уральская авиалиния. К слову, буквально на днях международный аэропорт Владивосток перешел на зимнее расписание полетов. Еженедельно из аэропорта Владивосток будут выполняться более 20 рейсов в Китай. На корейском направлении количество вылетов из Владивостока составит до 8 рейсов в день в Сеул и Пусан. Любители отдыха в Таиланде смогут летать из Владивостока по четырем направлениям. Впервые вводится регулярный рейс по вьетнамскому маршруту Владивосток-Камрань. С октября этого года из-за воздушной гавани Приморья осуществляются прямые рейсы и в Красноярск. С ноября начинаются еженедельные рейсы Владивосток-Магадан. Из Владивостока в Хабаровск будут рейсы выполняться четыре раза в день. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. На пяти континентах и в 106 странах географический диктант от Русского географического общества написали десятки тысяч людей. Преподаем здоровье. Распознать инсульт и спасти жизнь научили и детей, и взрослых на семейном празднике. 50 последних белух из бухты Средняя планируют выпустить в Японское море до 1 ноября. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром на даче. Все в порядке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. На пяти континентах и в 106 странах географический диктант от Русского географического общества написали десятки тысяч людей. Преподаем здоровье. Распознать инсульт и спасти жизнь научили и детей, и взрослых на семейном празднике. 50 последних белух из бухты Средняя планируют выпустить в Японское море до 1 ноября. В минувшее воскресенье 27 октября географический диктант писали на пяти континентах из 106 странах – Дании, Турции, США, Бразилии, Намибии, Австралии. Присоединился к акции Русского географического общества и Владивосток. Традиционно именно жители Приморья первыми в России проверяют свои знания по географии. В этом году приморцы писали диктант уже в пятый раз. На этот раз площадками для написания теста во Владивостоке стали традиционно Дальневосточный государственный университет и впервые Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Подробности у Катерины Матвеевой. Вопрос номер 22. Этот город, расположенный за северным полярным кругом, владеет уникальным комплексом промышленных предприятий с полным целью производства географического диктанта. 45 минут. Именно столько времени даётся для ответов на вопросы географического диктанта. Задания разделены на две части. В первой части 10 вопросов общей направленности, во второй – 30. Здесь недостаточно просто эрудиции или знания фактов. Нужно применить логическое мышление. Они касались различных аспектов. География, которая относится к пятому классу, экономическая география, география, которая связана с историей освоения русских земель. Для нас очень важно, чтобы к нам приходили школьники, чтобы они осваивали просторы нашей России самостоятельно, то есть в путешествиях, чтобы они осваивали эти просторы через знания, чтобы мы повышали уровень патриотизма, потому что география, я считаю, как одна из таких историй, география, одна из гуманитарных наук, которая формирует личность человека. Многие участники признаются, накануне восполняли пробелы с атласом в руках, но за ночь в данном случае не подготовишься. И хотя вопросы из школьной программы есть, где-то требуется подключать образное мышление и применять общие знания о стране. Конечно же, я придал своих учеников, и, может быть, ради них я сюда и пришел в первую очередь. Готовили как-то? Нет, нет, нет. Ну, морально, конечно, готовил. Телефоны свободно лежат на столах, однако ими никто не пользуется, и времени мало, и смысла нет. Особенностью географического диктанта является его анонимность. Перед началом тестирования каждому участнику присваивается идентификационный номер, и по нему экзаменуемый сможет проверить свой результат на сайте. Диктант был довольно несложный. На некоторые вопросы я знал ответы. Например, про красноярские столбы я буквально недавно там сам был. Это, по-моему, единственный вопрос, на который я сто процентов знал ответ. Самые сложные вопросы мне показались про определение фотоснимков и какие-то области, регионы были. Большинство вопросов были знакомы из курса географии, и мне показалось, что нужно подтягивать свои знания, больше готовиться, изучать. Всё-таки для профессии туризма это очень важно. Организатор международной просветительской акции – Русское географическое общество. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса географии России среди населения. Уже 1 ноября на сайте rgo.ru появятся правильные ответы, а после 29 ноября каждый участник может посмотреть свои баллы. Катерина Матвеева, Андрей Толстихин. Новости на Восьмом. В Приморье продолжаются уроки здоровья на тему «Инсульту нет». Занятия уже посетили более 700 учеников старшей и средней школы. Уроки проходят в игровой форме. Специалисты объясняют детям, как можно диагностировать инсульт с помощью методики под названием «Удар». И таким образом спасти человеку жизнь. Очередной большой урок в форме «Праздника здоровья» состоялся на площадке торгового центра «Калина Мол». Для гостей подготовили зажигательные выступления, веселые конкурсы и жизненно важную информацию. И нужно отметить большой вклад в пропаганду раннего распознавания инсульта авторитетного специалиста, широко известного в крае Дмитрия Хана. Именно он является инициатором семейных праздников, на которых люди всех поколений объединяются против болезни. Подробности далее в выпуске. Красочное шоу на серьезную тему. Инсульт стоит на втором месте по количеству летальных исходов после инфаркта миокарда. Однако инсульт можно и нужно не только вовремя распознать, но и предотвратить тяжелые последствия с помощью диагностики «Удар». Отметим, что основным популяризатором методики в Приморье является авторитетный специалист в этой области Дмитрий Хан. Вот эти мероприятия, они совершенно в прямой пропорциональной зависимости. То есть, если мы людей привлекаем, мы их обучаем, то, соответственно, мы увеличиваем количество людей, поступающих вовремя. Поэтому я могу сказать, что, например, по сравнению с 2016 годом, в 2016 году людей, вовремя попавших, и которым мы смогли помочь, да, и сделать лечение, их было 70 человек. Сейчас на 9 месяцев это почти 300 человек. Терапевтическое окно – так медики называют временной промежуток от наступления первых симптомов до начала лечебных процедур в стационаре. Для инсульта это время ограничено и составляет всего 4,5 часа. Дело в том, что тромб закупоривает сосуд, и мозг не получает питания. Но проблема в том, что многие люди не сразу понимают, что у них случился инсульт. И в этом смысле методика распознавания инсульта под названием «УДАР» должна быть известна всем. Именно этому и пытались в игровой форме научить и взрослых, и детей на празднике здоровья в торговом центре «Калина Мол». Здесь идет массовая агитация. Я впервые это заметил, честно говоря, на машинах скорой помощи еще в городе. Это пресловутая аббревиатура «УДАР», которая гласит следующее – это кривая улыбка, нарушение артикуляции и нарушение координации движений. До этого я знал, что существует такая болезнь, а сейчас я, наверное, уже смогу по каким-то основным причинам, улыбке, движении, артикуляции и другим признакам, определить состояние человека, если вдруг ему стало плохо. Основных причин возможности возникновения инсульта – четыре. В группе риска те, у кого гипертоническая болезнь, диабет, высокий уровень холестерина и нарушение ритма сердца. И четыре часа есть у врачей, чтобы спасти жизнь пациента. Именно это временное окно. Первые четыре часа дает больше всего возможностей спасти клетки головного мозга от необратимых изменений. Инсульт не бывает у молодых. На самом деле бывает. Надо за собой следить, за здоровьем. Возрастной ценз инсульта – на самом деле распространенный миф. В неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения зачастую имеют дело с пациентами, которым нет и 40 лет. Светлана Садовая, Екатерина Матвеева, Андрей Толстихин. Новости на восьмом. 50 последних белух из бухты Средняя планируют выпустить в Японское, а не в Охотское море. Сделать это намерены до 1 ноября. Место выпуска решили изменить из-за штормовой погоды. Животных выпустят в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника. Тем временем «ЗОЖ» защитники переживают, что белухи могут стать жертвами северокорейских браконьеров и их сетей. Но специалисты заявили, что суда с северокорейскими браконьерами ушли из акватории Лазовского заповедника, а брошенныеми сети не смогут причинить вред белухам. Как сообщил директор заповедника Владимир Арамилев, северокорейские шхуны не обладают снастями, которые могли бы нанести вред огромным белухам. Кроме того, среди лар, которых мониторит специалисты на лежбищах, ни разу обрывках сетей не видели. Синоптики озвучили прогноз на последние дни октября в Приморье. Погода в крае будет неустойчивой. Атмосферный фронт, который смещается из Китая, уже вызвал увеличение облачности и местами дожди. В ночь на вторник атмосферные фронты будут смещаться над краем. Дожди пройдут на большей территории. Усилится ветер. Днем фронты сместятся в Японское море. Дожди пойдут на обыль и сохранятся в основном в северной половине. Максимальные температуры немного понизятся. В середине недели ожидался выход в Японское море Южного циклона. Но, согласно последним расчетам, его траектория пройдет южнее. И на погоду Приморья вихрь влияния не окажет. В среду край окажется под влиянием гребня антициклона, который обусловит ясную спокойную погоду. Во Владивостоке в ночь на вторник пройдет интенсивный дождь, сопровождающийся сильным ветром. Днем дождь прекратится и ветер стихнет. В середине недели существенных осадков не ожидается. Конькобежное движение набирает обороты в Приморье. На днях свою работу начала новая федерация этого вида спорта в Артеме. Она стала уже четвертой в нашем крае. Скоростной бег на коньках развивается в регионе всего лишь последние 10 лет. О том, чего уже успели достичь приморские спортсмены, расскажет Максим Яковлев. Конькобежный спорт – одна из самых популярных зимних дисциплин в мире. Для Приморья же это пока, можно сказать, новинка. Скоростной бег на коньках стал развиваться здесь не более 10 лет назад. С того времени этот вид спорта закрепился лишь в нескольких муниципалитетах, где есть площадки для проведения тренировок. Новая страница в истории приморской конькобежки – появление целой федерации в соседнем Артеме. Когда еще не была открыта ледовая арена, она была у нас закрыта на лето. Мы делали сухие тренировки. И недавно у нас открыли ледовую, мы вышли всеми детьми на лед. У некоторых детей был опыт, они катались на фетисов арене. Но многим как бы неудобно туда ездить. Поэтому было принято решение, что хотелось бы, точнее, открыть отделение шорт-трека в городе Артеме. Значимое событие решили отметить целым фестивалем конькобежного спорта. В нем приняли участие спортсмены из Кавалерова, Владивостока, Уссурийска и, конечно же, новоиспеченная команда из Артема. Новички смогли даже закатиться на пьедестал. Вообще я как бы не занимаюсь этим спортом. Нас в школе пригласили так поучаствовать. Мне стало интересно, как это будет. И я решила поучаствовать и заняла третье место. Я доволен нормально, у меня третье место. Главное не победа, главное участие. Чисто шорт-треком сегодня в крае профессионально занимается не более ста человек. Но даже среди них уже находятся свои мастера. Чего стоит только успешное выступление нашей молодежи на международных соревнованиях «Дети Азии». Отличились приморцы и на первенстве России. В этом году уссуриец увез оттуда золото. К слову, уссурийский конькобежный спорт – самый многочисленный и успешный в Приморье. Руководители и тренеры хотят, чтобы такие результаты были во всем регионе. Развивается шорт-трек в городе Владивосток, Уссурийск и Кавалерово. Кавалерово детям приходится наиболее сложно тренироваться, так как ледовая арена находится в городе Чуев, в селе Чугуевка. Это 90-100 километров поселка Кавалерово. Я думаю, что при поддержке администрации края смогут решаться проблемы. Набор в группы шорт-трека сегодня ведется от пяти лет. Тренеры говорят, что именно с такого возраста есть шанс вырастить в крае мощных спортсменов, готовых составить конкуренцию как в России, так и на международной арене. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Новый виток движения под новой развязки на трассе Владивосток находка Порт Восточный откроется в этом году. Крупные штрафы и даже лишение свободы. Приморцев предупреждают о запрете на разведение огня. Сезонные перемены. Международный аэропорт Владивосток переходит на зимнее расписание и готовится к новым рейсам. На пяти континентах в 106 странах географический диктант от Русского географического общества написали десятки тысяч людей. Преподаем здоровье. Распознать инсульты, спасти жизнь научили и детей, и взрослых на семейном празднике. Путь свободен. 50 последних белух из бухты Средняя планируют выпустить в Японское море до 1 ноября. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Дорогие. Продолжение следует...